МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контролировать уровень воды в Ставропольских реках важно постоянно. Об этом говорили на встрече губернатор Владимир Владимиров и руководитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопинов. Как прозвучало, несмотря на обильные осадки последних недель, угрозу подтопления удалось свести к минимуму. Все это благодаря противопаводковым мероприятиям. В регионе уже расчистили 90 километров русел рек, а также провели берегоукрепительные работы на участках протяженностью 24 километра. Теперь самое главное, то, что мы обсуждали, чтобы была система контроля за теми участками рек, которые мы расчистили, чтобы кто-то мне ответил. Я понимаю, что это федеральная собственность, но все равно в любом случае кто-то должен ежедневно понимать, что там, не знаю, там диван не принесло, и вода не поднимется из-за него, из-за того, что он на ветке упавший. Или то, что сегодня уже, например, это же берегоукрепление не навечно делается. Его нужно будет повторять, повторять с какой-то периодичностью. Также, по словам главы Краевого Минприроды, регион полностью готов к летнему пожароопасному периоду. Безопасность на открытых пространствах сейчас обеспечивают 63 мобильные бригады. В постоянной готовности находится 150 человек и 900 единиц спецтехники. Мы практически обновили на 94% всю технику, которая и оборудование у нас было. Вот эта работа продолжается. Мы 22 единицы приобретаем еще в этом году рамках нацпроекта. Вся техника, приобретенная в прошлом году, она уже в строю. В Есентуках близится к завершению благоустройства Приозерного сквера. Специалисты уже обновили пешеходные дорожки, установили освещение, лавочки и урны. Также там обустроят два новых детских игровых комплекса, а также пять беседок и множество различных скульптурных форм. Кроме того, сквера зеленят. На объекте высадят более 2000 молодых деревьев и кустарников. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Андроповском округе продолжается ремонт трехкилометрового участка Невиномыско-Курсадского группового водопровода. Это улучшит качество водоснабжения в двух поселках – Верхнем Янкуле и Авражном, сообщает Управление по информполитике правительства региона. Сейчас на объекте устанавливают новые стальные трубы. В Михайловске продолжается реконструкция участка дороги на улице Бойково. Как сообщили в региональном Миндоре, на объекте укладывают два слоя нового асфальтобетона, ремонтируют тротуары и автобусные остановки. Специалисты также устанавливают знаки и бордюры. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова